Спасти жизнь человека можно только прививками. Укушенного вакцинируют, то есть заражают ослабленным вирусом бешенства. Этим создается иммунитет или невосприимчивость к попавшему в организм вирусу бешенства. За последние полгода на территории нашей области выявлено 78 случаев лабораторно подтвержденного бешенства среди животных. Большую часть составили дикие звери, преимущественно лисы. В течение этого года в областные клиники с жалобами на укусы животных обратилось почти 2500 человек. Это выше показателей прошлого года. Большая часть стала жертвами домашних любимцев. Для Брянской области из федерального бюджета на вакцины против бешенства выделено 10 миллионов рублей. То есть средства имеются, однако не все жители Брянского региона прививаются. Тем самым наносят непоправимый вред здоровью, влекущий за собой смерть. Чаще отказываются от прививок жители Унечи, Клинцов, Новозыпкого, Мглина и Злынки. Бешенство – это природно-очаговая инфекция. Основными хранителями и носителями вируса в дикой природе являются лисы и волки. А среди домашних животных – кошки и собаки. Собаки и кошки всегда выступают посредниками, перенося вирус бешенства из природных возникших в результате хозяйственных действий человека очаги и этой инфекции. Крупный рогатый скот и лошадь в эпизодическом проявлении аромической инфекции является жертвой, формируя очаги, оставаясь, как правило, тупиковыми хозяйствами его возбудителями. Многие говорят об отлове бездомных животных, но фактически никто этим не занимается. В городе нет и кладбища для умерших хвостатых. Больных бродячих псов все чаще можно увидеть свободно гуляющими по городским улицам. Как правило, не поодиночке, а сбитыми в стаи. Кормятся бездомные животные преимущественно отходами с помоек и свалок, а потом начинают бросаться на людей. Зараза с животных попадает на человека, а дальше спасет только прививка. Не пренебрегайте вакцинами, если дорожите своей жизнью. Татьяна Глазова, Рестарх Никитин, События, Брянск.